Всем привет! Меня зовут Айян. И сегодня мы с вами поговорим о том, кто такие задействованные стороны на проекте и как необходимо эффективно с ними работать. В целом, заинтересованные стороны, либо на английском это термин, стейхолдеры, являются ключевым понятием в проектном управлении. Любой эффективный проектный менеджер в своей работе обязательно должен учитывать мнение стейхолдеров. Перед этим ему необходимо их определить. Об этом мы расскажем чуть более подробно. А пока хотелось бы начать с дефиниции, кто такие задействованные стороны. Здесь все стороны либо стейхолдеры, это, как правило, конкретные индивидуумы, либо группа людей, организация, которая имеет определенное влияние на результат вашего проекта. Такое влияние может быть как положительным, негативным, так и прямым и косвенным. Поэтому действительно очень важно сделать хороший анализ стейхолдеров и на протяжении всего проекта учитывать их мнение. Итак, для эффективной работы с стейхолдерами в первую очередь необходимо будет правильно их идентифицировать. После того, как вы определите список стейхолдеров, необходимо будет уже потом проанализировать степень их влияния и их полномочия на результат вашего проекта. Так как на проекте может быть вовлечено очень большое количество тейхолдеров, очень важно держать в голове определенный список, то есть тех именно ключевых, которые будут иметь влияние на ваш проект. Давайте приведем какой-то простой пример. Скажем, вы работаете в определенной компании, которой необходимо внедрить новую платежную систему. Вы понимаете, что есть определенный ключевой у вас департамент, скажем, кто занимается данным продуктом и занимается его полностью внедрением. Но помимо этого в данной компании присутствуют другие функции, такие как, например, юридическая функция, функция финансовая, бухгалтерия, которые тоже имеют отношение к вашему проекту. И для того, чтобы вы успешно запустили ваш проект, необходимо учесть мнение всех этих стейхолдеров, которые я озвучил ранее. Потому что на определенном этапе у юридического блока могут быть определенные вопросы к вам. Насколько данный продукт, либо данная система, она комплаятся с регуляторными нормами вашей компании. Либо другой момент, финансовый блок может сказать, что данные внедрения требуют слишком больших денежных средств, поэтому на текущий момент они не могут их выделить. А так как вы уже начали эту работу, то, соответственно, все, что вы сделали до, оно как бы идет проработано впустую. Поэтому обязательно необходимо начинать работу с определения списка ключевых стейхолдеров и понимания того, насколько они могут повлиять на ваш проект. Итак, в рамках прошлого шага мы с вами успешно проработали список ключевых сторон. Следующим шагом для эффективной работы будет настройка модели взаимодействия с ними. То есть мы должны понять, как правильно и эффективно необходимо коммуницировать и работать с данными стейхолдерами. Для большей наглядности давайте возьмем пример, то, что вы работаете опять же с какой-то большой крупной компанией, которая имеет в своем подчинении ряд департаментов и ряд ключевых функций, да? Таких, как бухгалтер, юридический блок, финансовый блок и прочее. В рамках вашего проекта вы определили, что помимо ключевых проект-менеджеров, с которыми вы работаете, вам необходимо будет работать также и с помогательными функциями. То есть это возможно, опять же, юристы, это там финансисты, которые должны подключаться в ваш проект. Однако есть большое ограничение, это то, что они не могут выделять полностью все время на ваш проект. И также не могут выделять ресурсы полностью на ваш проект. Поэтому вам, как проект-менеджеру, необходимо так эффективно построить модель взаимодействия, чтобы они могли подключаться в ключевые моменты, и в то же время это не мешало их основной работе. Таким образом, данная модель будет являться win-win. То есть с вашей стороны вы получите то, что необходимо для вашего проекта, все импуты и экспертизу. С другой стороны, они могут продолжить свою работу без ущерба их основной деятельности. Ну и в-третьих, проект-менеджер должен эффективно контролировать и мониторить все взаимодействие со стейхолдерами. И также он должен уметь адаптировать их взаимодействие с ними на протяжении всего проекта. Так как мы знаем, что проект достаточно такая изменчивая структура, где постоянно происходят какие-то итерации. И очень важно продолжать и правильно коммуницировать со стейхолдерами. Вообще, давайте назовем такой вопрос, почему необходимо постоянно поддерживать коммуникацию со стейхолдерами. Для этого можно привести тот пример, который мы использовали ранее, про внедрение платежной системы. Давайте опять представим, что мы успешно запускаем данный продукт. И остается последнее согласование, это отдел безопасности. Тут в этот момент вмешивается данный новый стейхолдер в виде, словно, директора по безопасности. И говорит, что они провели определенный анализ и выявили, что в вашей платежной системе есть определенный брешь, в который потенциально есть риск того, что будет взломан весь платежный блок. Соответственно, тогда, увидев эту брешь, они не смогут дать свое согласие на продолжение и запуск данного проекта. И вам, как проект-менеджер, придется откатить всю эту работу несколько шагов назад. И вы потеряете свое время, что не является эффективным. Поэтому очень важно это правильно и своевременно настраивать коммуникации и уметь их адаптировать по ходу всего проекта. Отлично. Теперь мы поговорим более подробно о том, как необходимо подходить к каждому из тех шагов, которые мы описали ранее. То есть первый шаг – это было определение ключевых стейхолдеров. Как правильно подходить к нему с точки зрения проектного управления? На самом деле, существует большое количество техник и методик, как это лучше всего сделать. Поговорим для начала об одном из самых базовых. То есть это анализ стейхолдеров. Что он из себя представляет? Как правило, это список с информацией, которая должна быть очень точной и актуальной о наших ключевых стейхолдеров, которые мы определили. Итак, что же входит в описание данного документа? Это наименование организации, которая работает стейхолдер, позиция, роль, его ожидания от проекта, требования, отношения и интерес к информации по данному проекту. Помимо этого, по каждому из интересных сторон будет эффективно проставить определенные метки, по которым вы сможете дальше определять уровень их влияния на этот проект. Например, в рамках данного проекта вам необходимо будет оценить интерес. Вы как проектный менеджер должны понимать, что каждый стейхолдер может повлиять на определенное решение в вашем проекте. То есть если этим стейхолдером будет являться представитель IT-департамента, он может принять решение о том, каким программным обеспечением лучше всего пользоваться в рамках данного проекта. Другой момент, например, когда необходимо оценить какие-то юридические моменты. Здесь определенно вам необходимо будет задействовать помощь юр-экспертов, которые смогут провести вам консультацию и дать экспертное мнение по определенному вопросу в рамках вашего проекта. Другой ситуацией является, когда вам также необходимо будет оценить знания. Тогда вы можете обратиться к определенным стейхолдерам, которые расскажут вам о том, как вообще работает корпоративный governance в компании вашего клиента. И это поможет вам в реализации проекта. Ну и таким финальным примером будет являться оценка вклада стейхолдеров в рамках вашего проекта. На самом деле стейхолдеры очень полезные люди на вашем проекте, потому что они могут предоставить вам определенные ресурсы. То есть это могут быть как какие-то материальные ресурсы, которые вам необходимы в работе, так и человеческие ресурсы. Другим аспектом являются те нематериальные ресурсы либо активы, которыми они также могут с вами поделиться. Скажем, данный стейхолдер имеет выход на топ-менеджмент компании клиента, и он может рассказать о успехах вашего проекта им, либо наоборот донести до них какие-то issues, которые у вас появляются во время проекта и которые необходимо будет согласовывать с топ-менеджментом. Поэтому именно правильная оценка стейхолдеров по степени их влияния и интереса является ключевым моментом в проектном управлении. Альтернативным способом по работе с ключевыми стейхолдерами является их классификация с учетом определенных характеристик. Одним из таких наиболее распространенных методов является их классификация по степени влияния и составление так называемой карты влияния полномочий. Вообще, что это такое? На самом деле, это распределение ключевых стейхолдеров по уровню их полномочий, по степени заинтересованности вашего проекта и по степени влияния, возможного влияния на определенный этап вашего проекта. Как правило, данная карта влияния либо полномочий, она применима и наиболее эффективна по отношению к простым проектам, где у вас не так много стейхолдеров и отношения между ними достаточно простые. Как я сказал, данная модель карты влияния полномочий, она более релевантна к небольшим простым проектам. Однако есть более сложная модель классификации, которая называется куб заинтересованности. Что это такое? Куб заинтересованности, это, по сути, я сказал, более сложная модель предыдущей карты. Она объединяет в себе элементы карт влияния полномочий и помещает их в одну трехмерную плоскость, где руководителям проекта будет удобно наблюдать за всеми коммуникациями между стейхолдерами, которые их намного больше, чем в предыдущей модели. Соответственно, данный принцип куба заинтересованности в том, что проектный менеджер видит на одном пространстве всех стейхолдеров, с которыми он взаимодействует в рамках не только одного, но и в рамках нескольких проектов. Поэтому данная модель является более сложной классификацией управления стейхолдерами. Следующим видом модели взаимодействия с ключевыми стейхолдерами является так называемая модель направления влияния. Данная модель классифицирует стейхолдеры с точки зрения позиций, которой они занимают. Разделяют четыре уровня данной модели. Первый уровень – так называемый высший уровень. Туда входит весь ключевой тот менеджмент, руководство, спонсор проекта и управляющий комитет. То есть те люди, лица, которые принимают финальный десижн в рамках вашего проекта. Следующий уровень – это средний уровень, куда входят уже специалисты, менеджеры по проекту, которые обладают определенными знаниями и навыками. Следующий уровень – это внешний уровень, куда входят те лица, которые не вовлечены в организацию, с которой вы работаете. Такими примерами могут быть какие-то государственные органы, либо какие-то сторонние организации, которые тоже имеют определенное влияние в рамках вашего проекта, но не относятся к этой организации, к вашему клиенту. И четвертый уровень, последний – это сторонний уровень. Туда входят другие менеджеры проектов, которые работают над другими вещами, но вы с ними вместе делите определенные ресурсы, будь то человеческие, либо какие-то материальные ресурсы. Поэтому их мнение также важно в рамках реализации именно вашего проекта. Итак, на текущий момент мы с вами уже определили список ключевых сторон, смогли оценить степень их влияния на проект и даже смогли их приоритизировать. Следующим шагом для эффективной работы с стейхолдерами будет являться построение плана и стратегии общения с ними. Будь то руководство, с которыми вы работаете, также какие-то линейные менеджеры, либо все заинтересованные стороны, которые вовлечены в данный проект. Все это называется планом коммуникации. Для того, чтобы данный план был эффективным, необходимо правильно учитывать все информационные потребности стейхолдеров. И также регулярно обновлять этот план с учетом развития вашего проекта. Сейчас я бы хотел поделиться с вами примером типичной ситуации, когда проектному менеджеру в ходе проекта необходимо будет пересматривать план коммуникации со стейхолдерами. Одним из распространенных таких моментов является то, когда начинается какой-то новый этап проекта и нужно заново вовлекать всех стейхолдеров. Следующим моментом это когда у вас на проекте сменяются стейхолдеры, то есть появляются какие-то новые лица, которых тоже нужно вовлечь в данный проект. В-третьих, когда происходит какое-то определенное изменение в организационной структуре компании клиента, которое тоже необходимо учитывать. Ну и в-четвертых, это тот момент, когда в рамках вашего проекта возникают какие-то изменения в процессах, которые могут потенциально привести к возникновению определенных рисков. И тогда необходимо также учитывать мнение стейхолдеров, и вы проводите это обновление плана коммуникации. Теперь после того, как мы с вами определились, кем являются наши ключевые стейхолдеры, как правильно коммуницировать с ними, логично подойти к вопросу о том, как правильно оценивать работу с данными стейхолдерами. Для этого существует очень полезный инструмент, который называется матрица оценки взаимодействия со стейхолдерами, которая поможет нам понять, где мы находимся сейчас, то есть какой текущий уровень взаимодействия с стейхолдерами, и тот желаемый, который мы хотим достичь для успешной реализации нашего проекта. Данный тип матрицы учитывает уровень вовлеченных стейхолдеров в ваш проект, и выделяет пять основных типов. Первый – это тип неосведомленный, то есть когда стейхолдер не совсем владеет ситуацией о том, что происходит на проекте и не особо вовлекается в него. Следующий тип – это сопротивляющийся, то есть когда стейхолдер, в принципе, осознает суть проекта, знает о результатах, но он настроен негативно по отношению к ним и может всячески препятствовать вашей работе. Следующий – это нейтральный, когда также стейхолдер хорошо осведомлен о проекте, но в принципе он как не принимает никаких действий в поддержку вашего проекта, так и не пытается как-то помешать вам его, то есть находится в таком нейтральном положении. Следующие два типа, они уже являются наиболее припасительными при работе со стейхолдерами. Первый – это поддерживающий, который осознает проект, понимает его положительные результаты и всячески пытается помочь вам в достижении ваших целей. И последний тип – это лидирующий, когда стейхолдер полностью согласен со всеми выгодами, которые получит компания от проекта и очень активно вовлекается в саму работу проекта и также, как и вы, заинтересован в его успешной реализации. Итак, резюмируя наш сегодняшний разговор, хотелось бы акцентировать внимание на трех основных вещах. Первое – это кто является нашими ключевыми стейхолдерами. Второе – как использовать модели взаимодействия с ними. И третье – как оценивать данные модели и эффективность коммуникации с ключевыми стейхолдерами. Продолжайте следить за нашим видео, где вы подробно узнаете о том, какие существуют другие аспекты проектного управления. Оставляйте ваши вопросы под этим видео, мы обязательно ответим на них. Подписывайтесь на канал BCPD IOC YouTube и продолжайте повышать свои знания в проектном управлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова